Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Вот сегодня я буду спасать свою сильно-сильно вытянувшуюся рассаду. Два дня назад я показывала ее вам. У меня вот такая рассада получилась, потому что я поставила ее наверх на шифонер, накрыла пленкой и забыла. Десять дней она у меня стояла без света, без солнца и получились вот такие белокурые косы. Но выбросить я ее не могу, потому что у меня нет замены этим семенам, они в единственном у меня экземпляре, поэтому я буду ее спасать. Я 13 февраля снимала видео на тему, когда начинать пикировать томаты. И я там рассказывала, что томаты можно пикировать в любой фазе, но традиционно мы начинаем пикировку в фазе одного-двух настоящих листьев. Вот сейчас у меня две семидоли, то есть семидольные листики, настоящего нет. И я говорила, что в экстренных случаях можно пикировать и с двумя семидолями. И я еще упоминала, какие могут быть экстренные случаи, когда у вас рассада вытянулась, ну вот видите, у меня вытянутая очень. Когда рассада вытянутая, и одним из способов сохранения такой вытянутой рассады является пикировка. Вот такой вытянутой рассады, конечно, я не видела никогда ни разу в жизни. Если бы это был сорт, который у меня есть на замену, то лучше, конечно, пересеять. Но если, например, вам не позволяет время пересеять, у вас нет семян, то сразу, сразу нужно ее распикировать с заглублением, как можно дольше заглубить до самых семидолей. Я вам вот здесь уже сделала, чтобы вы увидели, как она будет в готовом виде. Вот такие будут вот. Они, конечно, маленькие, хиленькие, но они уже не такие высокие. Они сейчас поднимутся и начнут толстеть. Конечно, выглядит такая рассада очень ужасно. Очень длинная, очень тонкая. И даже не верится, что она выживет. Но я вам потом покажу, и я вам гарантирую, что она все равно примется и выживет. И вот этот весь стебелек, который мы заглубим, он даст дополнительные корешки свои. Она еще удивит нас своим внешним видом. Начинаю я пикировать, конечно, с самых длинных. Вот сейчас выберу ячейки, где самые длинные полегли. А вот которые еще стоят маленькие, можно оставить на завтра. Сразу хочу напомнить, из-за чего может быть очень вытянувшаяся вот такая бледная длинная рассада. Вот у меня, я сама ее забыла. Она не виновата, у нее не было вообще никаких больше шансов только вырасти вот такой. Но еще бывает рассада, вытягивается просто из-за нарушения условий содержания. Посадили, поставили ее в теплое место. Дополнительно света нет. Она обязательно будет вытягиваться. Отсутствие достаточного освещения всегда ведет вот к такому вытягиванию. Она обязательно будет потянутая, она может, я уже говорила, как, она может вот такая быть изогнутая, петельчатая всякая. При поливе она может упасть, сломаться. Если вы несколько дней не смотрели на свою рассаду, потом пришли и увидели, что она вытянутая, пикируйте ее немедленно. Все. Я вот в первый же день сразу полила ее хорошо, подкормила. Сейчас я ее распикирую и буду за ней ухаживать по той же схеме, как и за обычными. Потом через неделю-две я покажу. Возможно, она даже сравняется с той рассадой, которая посеяна была в этот же день. Вот это видео я показала вам специально, чтобы показать, что безнадежных случаев не бывает. Вот уж куда хуже рассада. Лежит вообще косы, белокурые косы. И все равно ее можно спасти, если у вас нет других вариантов. Не выбрасывайте, распикируйте, ухаживайте за ней, и она даст вам все равно урожай. До свидания. Вот это был короткий видеоролик. Показываю, как можно спасти безнадежно вытянувшуюся рассаду. До свидания.